Как не заблудиться на просторах интернета и понять, что твой виртуальный друг может быть опасен? Единый урок безопасности в сети в 2018 году прошел в российских школах при поддержке Министерства просвещения, Минкомсвязи, Института развития интернета и региональных управлений. Алгоритм прост. Ребятам предлагают вопросы о том, как можно вести себя в интернете. В тестовом формате даются несколько вариантов от ошибочных до правильных. Да, стираются границы между странами, потому что мы виртуально общаемся все. Но либо с майдеками, но все понимают, о чем это. Но ребенок должен понять опасность этого. Он должен понять, как себя сам идентифицировать, что он человек, и он должен общаться, сохранить свою культуру, свою, так скажем, национальную принадлежность, свои какие-то определенные устои. В едином уроке безопасности в Одинцовском управлении образования принимают участие ребята из младших классов школы номер 12 и 13 гимназии. Все, что связано с интернетом и социальными сетями, вызывает неподдельный интерес. Виртуальная реальность стала самым реальным спутником нашей жизни. Поэтому знания о безопасности в интернете уберегут от его вредоносного воздействия. Я узнала то, что в социальные сети заходить не то, что нельзя, но как бы нельзя свой адрес дома показывать. Нельзя фото свои отсылать. Интернет – это такая штука, что есть такие приложения, где есть только мошенники. Вообще нельзя никому не говорить ни в соцсетях, ни в ВК, ни в WhatsApp, вообще никому нельзя говорить, где ты живешь. Вирусы могут взломать твой телефон, и он больше никогда не будет работать. Кибербезопасность, цифровая грамотность – от этих понятий пока малыши далеки. Тем не менее, урок рассчитан на учащихся первых, пятых классов, а значит, вооружаться знаниями необходимо как можно раньше, уверены законодатели. Не случайно эксперты уже обращают внимание родителей на то, что, предлагая своему ребенку гаджет с самых ранних лет, можно не только ухудшить его зрение или физическую активность, но и разрушить его коммуникативные связи с родственниками и друзьями. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Денис Харламов, телекомпания «Одинцова»